Он вернулся. Однако, шутки без шутками, но насчет кое-чего конкретного мы сегодня с вами поговорим. Да, вот так сходу. Большую часть своей карьеры интернет-клоуна я провел делая ролики по играм, а в частности по квестам. Помните Урожайск, Кирандию, Тень кометы, а? Не помню. Правда в нашей истории они не более чем доминошки в цепной реакции. Каждая доминошка, каждая игра была безумно интересна. Но так уж вышло, что я так и не поведал вам про тех людей, которые эту цепную реакцию запустили. Притом людей непростых отнюдь нет. Самых настоящих легенд. Легенд во всех хороших и плохих смыслах. Этот ролик является первой главой в рассказе особом. Нас ожидает дорога, мощенная плитками историй успехов, падений, радостей, шизы, страхов, похоти и множество других эпитетов, чьи значения жутко искривляются в геометрической прогрессии. Дамы и господа, прошу вас присаживаться поудобнее. Мы начинаем. Вот согласитесь, что в такие моменты хочется выпить что-то освежающее. Но не дешевое и безвкусное, а яркое и премиальное. Например, имба! Кстати, сейчас стоп и продаж снова в наличии у имбы и со скидками аж до 37%. Чё, как вам такое, слюнки течь начали от таких горячих скидок? К слову, роликов не было очень давно, а потому думаю многие из вас уже и забыли, что имба это первый в РФ и СНГ крафтовый энергетический напиток в удобном формате и стильном аниме-дизайне. Запоминайте и закрепляйте слюрпы имбу. Ну а сейчас немного полезных для мозгов циферок. Имба не стоит на месте, постоянно поднимая уровень качества своих энергетиков. В составе используются только высококачественные ароматизаторы из Германии. Содержание натуральных компонентов и ароматизаторов 5-8 раз выше по сравнению с баночными энергетиками. А вкус имбы больше напоминает натуральный свежевыжатый сок. Это озвучено, если что, чтобы вы не забывали, кто здесь на рынке энергосами командует. Кстати, долгожданные ауды имбы вернулись в обновленном и стильном формате. Ребята усовершенствовали формулы, тебе для одной порции нужно положить всего одну-полторы ложки. А в одной банке тебе 20 порций, это целых 7 литров энергетика. Будет хватать на дольше. А для самых запасливых остается формат на 40 порций, а это уже 14 литров. Кто у нас бибика, кому наличит 14 литров энергетика? Мне? Но бак вот-вот рвает! Ладно, говорить каждый мастак. Как у нас говорят, критикуешь предлагай. Правда, я тут ничего критиковать не собираюсь, но вот вкусы посоветую. Вкус с любовью из Кубани. Микс сочетает в себе сладкий виноград, насыщенный гранат и сочные лесные ягри. Как по мне, очень похож на ежевичное вино. Также дикая клубника сочный и освежающий вкус дикой клубники. Ммм. Кстати, этот вкус очень популярен и его осталось очень мало, так что поспеши. А вкус персик-черника я успел урвать со скидкой 37%. Да, вот такой я. Мне тут имбу на халяву присылать, но я как настоящий контркультурщик покупаю ее сам. И конечно не стоит забывать и о других вкусах, ведь каждый из них прекрасен в своем сочетании. Просто если вы забудете, то вкусы будут очень сильно грустить. Сегодня на сайте МБ как раз проходит акция на легендарные вкусы и горячие новинки. Акция действует ограниченное время, так что поспеши. А ты чё, дурак, сидишь тут без МБ? Не упускай уникальный шанс приобрести горячие новинки, а также свои фавориты по приятной скидке. Делай заказ прямо сейчас по ссылке в описании. Дабы тема ролика была усвоена максимально по кайфу и чтобы у вас голова в конце была наполнена наибольшим количеством знаний, начну я не просто с базы, не просто с фундамента, а буквально с почвы, на которой весь этот хаос и был построен. В это не сложно поверить, но самые первые игры были примитивны. Правда многие из вас сразу в голове представляют всякие игры Сеги, Денти, PS5, кто-то чуть более пропатчены представляют древние игры с Atari, на которых вырос Джеймс Дункан Рольф, он же AVGN. Однако в нашем случае мы вынуждены завернуть в такой дикий болотистый омут, что многие из вас просто скажут «Ох, ёлки-иголки». В страдавние времена, когда компьютеры только-только зарождались, все тогдашние инженеры и новаторы были заняты только тремя вещами. Первое. Усовершенствование железа, а именно делаем лучше, быстрее и желательно, все меньшими размерами, чтобы даже Шевцов сказал «Спасибо». Второе. Поиском способов заработка на этом деле. Отрасль была молодая, лишь небольшое количество учебных заведений было готово обеспечить необходимым обучением. При этом, все равно из ниоткуда появлялись самоучки и открывали производство всякого компьютерного барахла буквально на коленке. Ну и наконец, перенос всего и вся на компьютер. Бухгалтерия на компьютер. Списки клиентов банка – компьютер. Что-то еще не перенесено на компьютер – перенесем. Компьютер был не просто новомодной игрушкой, он был игрушкой солидной. Если ваша компания часть работы переносила на компьютер, то вы сразу же зарабатывали тысячи лухарьских поинтов в глазах клиентов. Что самое важное – в эту молодую отрасль начинали стекаться люди. Притом не проявляя прям какого-то лютого труда. Достаточно было просто заинтересоваться, найти способы получить какие-никакие знания и все – ты в деле. Многие легенды игропрома как раз таки и начали свои карьеры в те дикие времена. Кто-то начинал с работы с компом в библиотеке, кто-то на работе, кто-то в школе. Кто-то вообще просто таскал перфокарты, а в свободное время смотрел, как другие работают. И тем самым интеллектуально насыщался. Достаточно лишь, чтобы по удачному стечению обстоятельств ваш Ньюзадрищенск в какое-нибудь из бюджетных заведений завезли компьютер. Немаловажно будет немного пояснить про то, какие компы тогда были в принципе. Нет, конечно, часть людей из вас представляет в своей голове огромные мемные сервера с хранилищами в два килобайта. И как бы да, но компьютеры времен, про которые ныне идет речь, были иные и не менее мемные. Это были времена компьютерных терминалов, телетайпов. Времена, когда популярным монитором была не плазма и не пузан. Нет, это были времена, когда монитором была бумага. Я не буду вдаваться в подробности, но скажу, что в те времена компы были настолько огромные, что отдельно был большущий комп и отдельно стоящий компьютерный терминал. Разумеется, адекватные мониторы не заставляли себя долго ждать, но очень долгое время люди чаще ориентировались сугубо по бумаге. Софт, разумеется, соответствовал. Это были времена перфокарт и перфолент, тогдашние хранилища данных, если что. Наклепал в терминал текст, получил перфоленту с этим текстом и спокойно можешь быстро этот текст с помощью ленты вбить в другой аппарат. Это сейчас звучит мудрено, но тогда людям было максимально норм. Все еще максимально лухари и при этом позволяет работать с огромными пластами данных. К чему я это веду? Можете не верить, игры тогда были. Безусловно, многие шарящие знают про Спейс Вор 1962, аркаду Понг от Atari и т.д. Ох уж эти истоки видеоигр, да-да-да. Однако, куда более важным и более любопытным примером является игра Star Trek 1971 года за авторством Майка Мэйнфилда. Почему эта игра так важна? Ну, начнем с того, что это чуть ли не одна из первых полноценных пошаговых игр. А во-вторых, в отличии от Спейс Вор и Понг, в эту игру можно было играть на бумаге. Игра имеет текстовую графику. Тамошняя внутриигровая карта была размером 8х8 и на этой карте игрок управляет кораблем Enterprise. Да, там сражаешься с клингонцами, что-то стреляешь и т.д. Но важно не это. Игровой процесс представлял из себя вот что. Игрок вводил в терминал команды, сам терминал передавал данные на мейнфрейм, а после распечатывалась бумага с обновленной картой. То есть, в игре один FPS буквально был равен листу бумаги. Безусловно, можно было подобные игры играть и на более новых системах, так многие и делали. Правда, это надо было удачно жить рядом с каким-нибудь лухарьским предприятием, чтобы такую машинку хотя бы увидеть. Игры тогда были. И по тамошним меркам это было ого-го. Правда, подобные увлечения были буквально для гиков. Нет, даже не для гиков, а для пораженных задоров. Торговли игр как таковой не было. Игра передавалась из руки в руки, из универа в универ, из производства в производство. Продавался в основном софт, да и то в комплекте с техникой. Однако, эти самые задры уже задумывали, что мол, хей, а я ведь тоже могу писать софт и те же самые игры. Индустрия сама располагала к этому. Пример. Домашние компьютеры становятся популярнее. В одно время продавались печатные издания, содержащие в себе буквально длиннющие столбы кодов, которые стоило человеку вбить в комп, как вуаля, на мониторе у тебя находится игра. Как тебе такое, Хидео Кодима? И люди реально так и делали. Да, тратишь на это не один час. Зато у тебя по итогу на руках имеется собственноручно созданная игра. И как бы, допустим, ты юный задор. Допустим, студент, и на ней желаешь создать свою игру. Что ты будешь пытаться сделать? Конечно, всякие японцы всегда были новаторами и клепали универсальные дикие вещи, до которых сам никогда не допрешь. Однако среднестатистический отличник студенота из Нью-Пирдольска парень по натуре простой. Он не будет для компьютера придумывать новые вещи. Нет. Он на этот компьютер будет переносить вещи уже существующие. Допустим. Легенда игростроя Ричард Герриот подумал, что было бы классно перенести ДНДшный опыт в цифру. Так у нас появилась Ультима. По такому же принципу появились Визардери, Мечи Магия, Глаз Бихолдера, Барт Стейл, а в будущем уже всякие гримроки и так далее. Таким макаром вы, по идее, уже должны понять, что с появлением компьютеров перенос всего и вся в цифру стал новой навязчивой идеей того поколения. Самой лютой, значимой и необычной цифровизации подверглась литература. Однако никто даже предположить не мог, по какому необычному пути пойдет эта ветка развития компьютерного софта. Некоторые личности неожиданно подумали, хей, а почему бы цифровую литературу не сделать интерактивной? И тут-то все и закрутилось. Интерактивная литература. Подобное явление ныне принято называть текстовыми квестами, и в этом нет ничего неверного, однако на те времена такого понятия как квест в принципе не было. Самой первой игрой в подобном жанре можно назвать Colossal Cave Adventure 1976 года за авторством Уильяма Краутера. Разумеется, он был ДНДшником, но в третью очередь он был программистом, во вторую любителем полазать по горам и по пещерам, а в первую он был разведенным мужчиной, который очень желал развеселить своих малых гоблинцев. Мне не хватало общения с детьми, к тому же я перестал исследовать пещеры, так как чувствовал неловкость, поэтому решил подурачиться и написать программу, которая воссоздала бы воображение моей исследования пещер, а также была бы игрой для детей и возможно использовала некоторые аспекты Dungeons & Dragons. Моя идея заключалась в том, чтобы сделать компьютерную игру, которая не будет пугать детей, не владеющих компьютеров, и это была одна из причин, почему я сделал так, чтобы игрок управлял игрой с помощью ввода слов естественного языка, а не более стандартизированных команд. Мои дети считали, что получилось весело. Colossal Cave Adventure представляла из себя текстовую программу, где достаточно простым способом можно было влиять на происходящее. Но ты программой двигаешься по гигантским пещерам, находишь всякое и типа веселишься. Сложность управления минимум, впечатлений максимум. Но самое смешное так это то, что наибольшую популярность игра получила после того, как на нее обратил внимание Дон Вудс. Он связался с Уильямом и предложил улучшить игру. По итогу Дон Вудс игру расширил. Добавил фэнтези элементы, и по итогу история про лазание в пещерах превратилась в историю про лазание фэнтези в пещерах с гномами, драконами, пиратами и т.д. Данный продукт получился просто медовищем. Ну и разумеется нашлись люди, которые посмотрели на это и подумали Вау, хочу сделать так же. Тут то мы и подходим к рассказу о главных героях нашей сегодняшней истории. Кен и Роберто Уильямс. Кен Уильямс с юных лет был мамкиным сумеречным гением бизнеса и маркетинга. Всегда работал на максимум, учился лучше всех и старался максимизировать КПД своего бытия. Я бы даже сказал, что его типаж это торгаш-карьерист, который к своему делу подходит максимально с позиции эффективного душного шиза. И самое что удивительное, это то работало, то не работало. В юности его то и дело выпинывали с работы буквально потому, что тебя сюда наняли гайки крутить, а не умничать. Но в местах, где умных людей ценили, он быстро поднимался, упирался головой в потолок, требовал повышения по работе и если его требования не выполняли, то искал профессию другую. Он буквально был похож на того человека, который в интернетах скрепку на дом обменял. И как бы это ни было печально, но во всей нашей истории Кен Уильямс важен лишь двумя вещами. Он был гениальным торгашом и именно он подарил игровой индустрии Роберту Уильямс. Роберта Уильямс является, пожалуй, тем самым редким случаем, когда в игровую индустрию пришла ярая мужа-ненавистница, не-не, даже так, ярая человека-ненавистница и вместо разрухи с упадком принесла процветание, огромную кучу культовых игр, множество инноваций и побудила индустрию развиваться. Легенда о Керандии, Тень кометы, Нетрота, чтобы кричать, Урожайск и множество других любимых нами с вами игр вышли в первую очередь благодаря Роберте Уильямс. Сейчас я, пожалуй, отвечу на самый главный вопрос, который крутится в данный момент в главах моих зрителей, а это вообще кто? Мм? Давайте я скажу так. У мужской части интернета есть прикол считать литролиньми всяких сугубо злодейских персонажей, как Судья, Психопатыч, Спрингтрап, Педиатр из Аутласта, Михаил Андреевич и т.д. Что ж, я могу смело поздравить моих зрительниц с Body Type B. У вас появилась Роберта Уильямс. Готовьтесь, пацаны, если увидите у тянучки эту личность на аватарке, то лучше бегите, так как вам, скорее всего, в уретру отвертку запихнут. Роберта с юности была человеком упертым и с чувством собственного достоинства. Если она устраивалась работать секретарем, то на просьбы босса заварить кофе она спокойно отвечала, это в договоре не прописано. И тут вы подумаете, а в чем шиза? Так и надо же! Да, но дело в том, что с сексизмом и подобным отношением она сталкивалась настолько часто, что у нее в голове выработалось осознание. Мужики – сволочи, бабы – терпилы, а значит, в целом человечество – говно, и отношение к нему должно быть соответствующее. Кен Уильямс повстречал Роберту в своей глубокой юности. Он был чмом с Нью-Рязанской Харри, а она была из дико богатой семьи, курила, бухала и была сумасшедшей контркультурщицей, которая встречалась сугубо с быдловатыми гигачадами, которые ботанов рожей в унитаз макали. С его слов их отношения произошли сугубо благодаря его умению торговаться. Он буквально позвонил ей и выклинчил свидание. В ходе нашего разговора я потихоньку провел Роберту от слов «Кто такой Кен? К? Вроде бы и помню». Далее «К? Нет, не хочу с вами встречаться», а потом «Ну ладно, может встретимся». Это была одна из самых трудных продаж, какие мне доводилось делать. Если бы Роберта каждый раз в течение этого разговора пыталась по-настоящему захлопнуть передо мной дверь, у меня вся нога была бы уже в синяках. Кен Уильямс про первое свидание с Робертой. С этого момента начались отношения между Кеном и Робертой. Кен Роберту любил, а Роберта была дьяволом в юбке. Далее была очень скорая свадьба, первый ребенок, работа и очевидная нужда в деньгах. Кену не шибко нравилось работать за малые деньги, а ситуация была такова, что особо выбора-то и не было. Благо, очень скоро он наткнулся на золотую жилу. Он увидел компьютер. Кен Уильямс в одном из университетов увидел компьютер и, короче, он понял, что на этом можно заработать money. Он быстро нашел способы, как обучиться владению этими вычислительными машинами и пошел по головам обустраивать себе карьеру компьютерного работника. Начал буквально с того, что таскал перфоленты с перфокартами, бегал на подсосах и так ступенька за ступенькой смена работы за сменой работы он дошел до солидных должностей на высоких зарплатах. Ну и поскольку Кен был экономическим разумистом, ему в голову пришла идея, что лучше высокооплачиваемой должности в компьютерной компании может быть только две высокооплачиваемые должности в компьютерной компании. Я работал! Аргумент про две высокооплачиваемые должности в компьютерной компании сработал. Роберта согласилась и достаточно быстро освоила профессию. Не без помощи Кена. Время шло. Так уж вышло, что дома у Уильямсов появилась вычислительная машина, на которой Роберте удалось поиграть в Colossal Cave Adventures. Вообще изначально сидел и играл Кен, но Роберта быстро попустила малого и выгнала недовольно урчащего Кена с геймерского табурета. Полное прохождение игры у Роберты заняло около месяца. И что бы вы думали? Наша малыха таки взяла и захотела тоже сделать такую же игру. Кен долго рвал себе пятую точку, чтобы додуматься до того, как обустроить Роберте рабочее пространство. Чтобы она могла заниматься игрой. Притом она не хотела делать просто текстовую игру. Нет! Она хотела сделать игру с картинками. И картинок было много. Короче, у Кена жопа была в мыле. Он даже купил Роберте Versa Writer. Это, если что, особый аппарат, с помощью которого можно было переносить рисунки на компьютер. Кен даже переписал программное обеспечение специально под Роберту, чтобы ей удобно было работать. Кто-то из вас подумает, что мужик-то очень заботливый муж. Безусловно. Это так. Правда, основной причиной является то, что Роберта была очень лютой психопаткой, которая скорее хотела сделать свою собственную игру. Игра, кстати, называется Mystery House. И по факту была адаптацией романа Агаты Кристи «10 негритят». Там надо было понять, кто в доме кровавую резню сотворил. Игра была создана и сразу же стала хитом. Продавалась она так. Игра была упакована в зиплок со всякими бумажками. Кучи копий привозили в компьютерные магазины. Некоторые владельцы отказывались брать по причине «Мы тут серьезную технику продаем, а не игрушки ссаны». Но благо, таких было не так много. Остальные магазины сразу скупали все копии и добавки просили. А дальше все как в тумане. Все больше людей покупают игры. Дополнительных людей начали нанимать для упаковки зиплоков. А потом начали снимать помещения. Потом еще пару игр сделать надо было. И так, собственно, и появилась компания Online Systems. В первой серии игр был набор таких вот интерактивных приключений под именем Hi-Res Adventures. Игры пользовались спросом и Уильямсы этот спрос удовлетворяли. С ростом доходов компания переехала в Охрист, штат Калифорния. А саму компанию переименовали в Sierra Online. В честь Sierra Nevada. Это была эпоха тусовок, веселья и тотального развлекалого. Sierra была дружной семьей, которая любила делать игры и чилить. Они были юные, скандальные, даже выпустили игру под названием Soft Porn. Подива там, кстати, нет. Я проверял. Там всего лишь главный герой пытается склеить тяночек и все. Но название и обложка были горячими, а это главное. Это тут Роберто, кстати. Потом Уильямсы захотели заработать больше бабла. Рынок компьютерных игр был очень мал по сравнению с рынком актуальных на тот момент консолей. Поэтому они решили сделать ставку на консольный рынок. И все бы ничего, но картриджи были гораздо дороже носителей для компьютерных игр. А потому был риск. Уильямсы рискнули. Закупили картриджи на все деньги. И как назло сразу же случился коллапс индустрии видеоигр 1983 года. Когда из-за перенасыщения рынка, халтуры со стороны издателей и выхода мега провальной идти с дальнейшим захоронением огромного множества этих копий под слоями бетона, люди полностью потеряли доверие к индустрии. Эй! Эй! Я это уже видел! Видел! Компания Sierra села в лужу и была на грани банкротства. В Sierra на тот момент работало более ста человек. Из-за кризиса кучу людей уволили. Осталась крепкая тридцатка людей, включая Уильямсов. Надо было как-то выкарабкиваться. Компанию закрывать не хотелось. А потом и пара взяла кредитов под залог дома, срезала углы где могла и даже просила работников работать пока что бесплатно. Мало кто соглашался, но такие были. Вдруг случился IBM с их новыми компами и на рынке случился бум компьютерных систем. Консолям тоже потихоньку возвращалось доверие благодаря Nintendo, но сейчас не об этом. Так уж вышло, что у IBM было очень тяжко с играми. Sierra заключила контракты с IBM и тут пошел пожилой процесс. На горизонте маячила легенда. Роберто Уильямс и работяги создали игру под названием Kings Quest Quest for the Crown. Буду краток. Игра была не просто инновацией, а буквально взрывом башки. Но из-за того, что новая машинка от IBM, а именно PC Junior, оказалась калом говна, продажи были грустные. Благо, из-за универсальности языка программирования игры Kings Quest легко был перенесен на систему Tandy 1000. Эта система была абсолютно совместима с софтом IBM. На тот момент компы от IBM разлетались как пирожки. Сама компания проходила антимонопольную проверку и особо не воняло по поводу того, что тогдашняя Microsoft делала свою операционку и на другие аналогичные компы. Именно поэтому со временем наименование машин IBM PC потеряла IBM и PC начали называть буквально все компьютеры совместимые с софтом подходящего под IBM. Круто, да? Версия Kings Quest 1 для Tandy 1000 является более доработанной версией, а потому людьми считается той самой. PC compatible Tandy 1000 Вообще предтечей Kings Quest является другая игра от Sierra Wizard and Princess, которая была частью серии Hi-Rez. Это текстовый квест с очень уродливыми картинками. Не зря Кен Уильямс говорил, что Роберто прекрасный разработчик, но отвратительный художник. Если вкратце, то там была простенькая фэнтезийная история про злого колдуна и игрока, который спасал принцессу. Мы еще успеем с вами вспомнить об этой игре. Пока же все, что нам надо знать. Игра была фэнтезийной и именно фэнтезийную тематику Роберто и решила развивать. Как и любая олдовая игра Kings Quest, начинается не с запуска, а с открытия мануала, в котором написана предыстория сюжета игры. Именно отсюда и начинается легендарная мизантропическая шизофазия Роберто Уильямс, где мы можем наблюдать те самые садистские первые шажки. Да, квест про снитерсов это так, разогрев. Давным-давно в государстве Довентри, который я буду называть Довентрия, жили ее жители и король Эдвард с королевой без имени. Все были счастливы и все было в целом по кайфарику, но так уж вышло, что у короля с королевой не было детей, а детей иметь ой как хотелось. Именно с этого и началась череда несчастий. Однажды к государю пришел колдун и пообещал дать им ребенка взамен на магическое зеркало, по которому король с королевой видели будущее и могли предугадывать, когда собирать урожай. Эти двое посмотрели в зеркало и увидели там принца в короне. Разумеется, они поверили, что это их будущий сын и потому отдали зеркало. Колдун исчез, ребенка им взамен не дав, а в Довентри впервые был потерян урожай. Наступил голод. Потом смертельно заболела королева и не было ей лекарства. Тут неожиданно пришел гном с магическим корнем. Свой мясистый корешок он приложил к губам королевы и ей стало лучше, но до полного выздоровления этого было мало. Едвард подумал, что если скормить королеве весь корень, то она точно выздоровеет. Гном попросил замен щит, перешедший королю от отца. Щит мог спасти от любой угрозы и был лучше, чем щееет капитана Америки в миллион раз. Гном забрал артефакт, королева съела корень и, жидко пукнув, умерла. Потом король Эдуард спас от волков молодую кралю, замутил с ней и жарил ее каждую ночь. Все двигалось к свадьбе. Но в итоге краля оказалась старая мерзкая ведьма, которая посмеялась так неприятно и укралась сокровищнице сундук с бесконечным золотом. По итогу Довентрия обнищала, ее бесконечно атаковали разные государства, всех грабили, убивали, всюду бушевал голод, а Эдик был на грани смерти, без стяночки и без преемника. И что бы вы думали, на какой гениальный ход решил пуститься Эдуард? Верно, взял какого-то рыцаря, косиповшего по имени сэр Грэхом и сказал ему, «Верни все украденные у нас артефакты и будешь ты королем после моей смерти!» Какой гений, как у него все просто, но чисто Александр Керенский. Предыстория, мое почтение, сплошняком радость, позитив и ноль удручабельных тони. Молодец, Роберто, хоть на ночь детишкам читай. Самое смешное, что в будущем в серии выйдет. Книга, где всю эту предысторию увеличат, добавят деталей шизы и редконов, но это уже совсем другая история. Игра была куплена еще в стародавние времена в ГОК, и именно оттуда я ее и запускаю. Встречает же нас наименование игры с авторами под приятную мелодию. Ах, увы, но я-то знаю, что нас ждет дальше, а потом смело заявляю, что вполне по смыслу тут подошло бы это. Нажимаем любую клавишу и сразу же без прелюдии нас кидают в электронную бериндейку. И вот она, игра. Я понимаю, что сейчас в наше время она выглядит как говно. Однако прошу все-таки свой скептицизм пока что брать в сторонку, ибо в это сложно поверить, но она реально меня удивила. Я веселый говноед, и не надо мне конфет. Начнем с малого внешний вид. Графика максимально простая конкретно для нас, а вот по тем временам это был фурор. Ибо до этого в сюжетных играх графон был примерно таков. К тому же в игре имеется звук. Да, не всегда. Большую часть времени мы ходим в тишине, но редкий пердеж в уши уже тогда воспринимался как инновация. Но самое главное тут управление. Предыдущие игры от Сьерра были текстовыми, а потому и управление было через текст. Kings Quest же задавал новую мету. Главный герой двигался через стрелочки, и это было уже гораздо лучше, чем постоянно писать Но, тем не менее, остальная часть действий была сугубо через текст. Чтобы что-то подобрать, надо писать в консоли. Pick up something. И под something я имею ввиду конкретное название предмета, будь то knife или carrot. Поскольку игра у нас запущена, предлагаю немного походить и посмотреть чё почём. По-первых, я обратил внимание, что помимо стрелочек можно и управлять персонажем через мышку. Однако, как по мне, управление через мышку тут такое себе. Через стрелочки удобнее. Я отошёл от замка, увидел какое-то озеро и мост. Тут внезапно происходит что-то. Как только ты подходишь к мосту, появляется вредный, уродливый тролль. Он не даст тебе пересечь мост. Вместе с звуковым пердежом появился тролль. В ритмичном вилянии попы и, подобно самка притечки, он преградил сэру Грэхуму путь. Что делать, непонятно. Слово «непонятно», наверное, как нельзя точно описывает мои первые впечатления. Я бы даже сказал, что это одна из причин, почему я так долго не брался за данную серию игр. Какие-то уродливые деревья, звук пердит, а что делать, неясно. Но и вишенкой на торте является это. Что? Ты барахтаешься в воде некоторое время, но, видимо, ты забыл, как плавать. К несчастью, ты утонул. Моя первая реакция была такова. Тут, типа, можно умереть. Гениально. Добавка к этому была вот эта надпись. Мы в Сиерра. Хотим поблагодарить тебя за игру в King's Quest. Нам жаль, что ты не преуспел в этом деле. И, надеемся, тебе повезет в следующий раз. Удачи. Ну, типа, вы поняли, да? Типа, надеемся, вам повезет в следующий раз. Там, удачи. Музыка такая. Ту-ти-ту-ту-ти-ту-пу. К слову, из воды можно выбраться. Надо просто вбить в консоль команду Swim. И Грэхом начинает свимить. И конкретно на возможности умереть в данной игре мы сейчас и остановимся. Ибо хотите, верьте, хотите, нет. Но смерть это буквально главная фишка серии King's Quest. Если вам уже есть 12, то вы точно олд на канале. А потому помните ролики по Керанди, Урожайску, да ту же Денькометы. Для вас смерти в квестах не должны быть в новинку. Однако ситуация с King's Quest совсем иная. И в Роберто Уильямс не просто к смертям подходит изобретательно. Ведь именно она и стала законодателем фишки смерти в квестах. В квестах от Сиера смерти это не просто чуханское окошко с геймовером. Это буквально произведение искусства. И в течение игры вы это осознаете в полной мере. Несчастье наносит удар и ты падаешь в ров. Твои крики и попытки вылезти привлекли голодных аллигаторов. Они не дадут тебе уйти. Пацаны нахуй так жить. Сейчас сэр Грэхом упал в ров с аллигаторами. Отсюда уже никак не выбраться ибо это ров даже своим не поможет. Ну и дабы не мучить вас еще дольше давайте уже перейдем к делу. Первое с чего нужно начать наше адвенчур это очевидно с посещения короля Эдварда. Для этого надо дверь открыть буковыми, пройти и собственно вот он. Вокруг ни души, ни стражей, ни поломойки, ни даже куртизанок с членами и клавратами. Только он один одинешенек. А на заднем плане флаг Башкортостана. Получается мы в Уфе что ли? А почему король черный? Я не расист ни в коем случае. Просто толерантно, а я такое люблю. Король говорит вкратце то же самое, что и было в предыстории игры. Щит найди, зеркало и сундук. Ну это видим на случай, если ты дурак и книжки в реальной жизни не читаешь. После Ауэдиенции с Эргреком снова в суровом жестком мире. Увы, в данной игре сейчас мы вынуждены придерживаться тактики. Тыкайся во все подряд, трогай, толкай и щупай. Вот допустим, сейчас мы толкнем камешек. Этот движущийся камень катится вниз с холма и ты, к несчастью, на его пути. Как вы можете понять, в этой игре желательно сохраняться. Так как смерть сидит на крысичах буквально на каждом углу. Зато если толкнуть камень в другую сторону, то все будет хорошо и вообще под камнем лежит кинжал. Скажу сразу, пока что я стараюсь играть максимально без гайдов. Кинжал нашел сам и, к сожалению, это пока что самое легкое. Кому действительно нелегко, так это местным жителям. В этой хижине буквально живут какие-то бичи. И ЧСХ и всех людей в этой игре это единственные граждане данного государ... Эти бедные люди даже не могут себе позволить починить их пол. Прости за это. Это чё только что было? Грэхэм буквально провалился в дырку в полу и умер? Это какая глубина должна быть под полом, чтобы наш герой на смерть разбился? У них там что, бездна под полом? Сральник Сференхан, Герхана Монтана? Эти двое говорят, что ничего у них нет. Это вранье. У них лежит некая лакшери-скрипка. Которую Роберто Уильямс нам пока что запрещает подбирать. И не просто запрещает, она осуждает меня за мысль о боровстве. С её слов я буквально мразь, ублюдок и гной. Ещё Роберто запрещает не убивать этих двоих и всё так же попускает меня за такие аморальные идеи. В иной ситуации и из уст другого человека я бы воспринял эти слова как справедливость, правду. Но эти слова идут от Роберто Уильямс. Потому это не справедливость, это мизантропический троллинг. После посещения хижины я пустился в очередное путешествие. Увы, но пока что я снова увидел тролля и всё. Но ещё я увидел красивый цветок. Взять его, разумеется, нельзя. Только любоваться. Ладно. А быть может я смогу на дерево залезть? Ок. Ок? Чё это сейчас значит? Когда я подобрал кинжал, мне Роберто расписало, что Грахам запустил руку в дыру и аккуратно взял кинжал, чтобы не порезаться. Тут же просто... Ок. 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 С Эргрехом на дереве. Он видит золотое яйцо. Я попытался походить по дереву, посмотреть куда можно сходить и упал вниз. Я удивился, что герой не умер, превратившись в месиво. К слову яйцо мы забираем, но по факту оно вообще не нужно. Большую часть сокровищ можно не подбирать, ибо порой единственная их ценность это очки. Чем больше очков, тем более успешно ты прошел игру. Мы еще будем находить сокровища по игре и можем в теории их потерять или кому-нибудь отдать замен на проход, но тогда при утере сокровища будем терять очки. А можно не отдавать и не терять. Игра имеет вариативность, если что. А еще я попытался подраться с волком и Грехома сожрали, короче. Ибо драться с волком идея максимально тупая. С волком надо спать. Тут какая-то дверь в горе, которую не открыть. А тут буквально просто на земле лежит миска со словом «фил». Мне типа ее чем-то наполнить надо? И за это что-то дадут? Или что? Или кого? А чем наполнить? Пора эту банку наполнять. Почему миска размером с монгольский котел, в котором Чернискан лошадину варил и туркменских овчарок? Вот, вот, вот примерно такие мысли и роятся у игрока в голове во время прохождения этого детища Роберты Уильямс. Сэр Грехом плавал подобно Симону, как вдруг увидел эльфа. Да, так выглядит эльф. Маленький милый твинк эльф. Художненький фас. Он, короче, дружелюбный. Давайте поговорим с ним. Так, 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 стой. В общем, эльф очень впечатлен нашим дружелюбием. Чел, я с тобой просто разговор завел. Представьте, насколько тут жизнь не сахер, что эльф от одного «привет» уже засмущался и потек. Он дал Сэру Грехому магическое кольцо, способное один раз сделать на время невидимым. Но за это ему, конечно, спасибо, однако, позвольте маленький спойлер. Я ни разу так это кольцо и не использовал. И нет, не потому что я очень хотел очки сохранить или забыл. Просто буквально нужды не было. О, грядки. Правда, кто эти грядки? Конопатит, это загадка. Это буквально одиноко стоячие грядки. Давайте возьмем, чтобы тут не росло. Ну и тут как бы сразу появляется проблема. Я не знаю, что тут растет. Мне надо написать пикап. И то, что конкретно пикап. Что надо пикап, я не знаю. Я не могу пикап-плант. Благо, я додумался написать лук-плант. И мне Роберто написало, что так-то тут растет кэрот. Спасибо не на этом. Морковку, кстати, можно съесть. Прям грязную с огорода. Я удивлен, что герой потом от глистов не умирает. Подобрать я душевный. И в надежде потом отобрать скрипку, я отдаю морковку нищим. Те ее сжирают. Скрипку мне никто не отдает. Тяжело. Ладно, пойду дальше. Огр. Огр? Роберто говорит, что Огр мне тут чуть ли сейчас не пальцем в ретро будет лезть. А давайте проверим. Быть может Роберто в... А, нет, не врет. Ладно, Роберто, я понял. Кстати, в игре можно повышать скорость. Полезно, если вдруг вам лень долго ждать, пока герой доковыляет до другого конца экрана. На самом деле это функция игрушка дьявола. Так как порой можно случайно умереть. Это так грустно. Ты не первый, кто потерпел неудачу в своем приключении в Яростной реке. Надеюсь, ты будешь последним таким. А теперь тест на разумизм. На этом экране находится предмет, который мы можем пикап. Который нам может понадобиться, но который нам не понадобится вообще. Я, дабы не показаться пред вами дураком, на стадии сценария показал этот экран другим людям. И никто не догадался, что тут нужно пикап. Поэтому давайте подумайте вы. Если вы еще не догадались, это буквально, но не очевидно. Короче, это камешки. И тут я сейчас буду ругаться. У этой гейм есть две проблемс. Неочевидность и нарастающая квестовая паранойя. Поясню. В этой игре ты буквально понятия не имеешь, с какими предметами можно взаимодействовать. При этом, когда ты находишь потенциальный предмет для взаимодействия, есть шанс, что ты так и не сможешь его использовать. Ибо не знаешь, что это вообще такое. Графон здесь максимально картина Микеланджело. То бишь, говно непонятное. И это типа ок. Но именно из-за этого ты просто банально не знаешь, какие предметы лежат на экране. А потому не знаешь, что конкретно тебе надо вбивать в консоль. Вот допустим, тут на send лежат stones. Но ты не можешь написать pick up stones. Ибо игра говорит, что не понимает слово stones. И ты думаешь, что значит тебе тут ничего и не надо. А потому уходишь. Но подобрать stones надо. Надо. И единственный легитимный способ понять, что тебе надо pick up, это написать look на что-то там. И я как человек, который предполагает, что игра работает по принципу текстовых квестов, бивая look around. И Роберто лично мне пишет, что ты ничего особенного не видишь. То есть мне тут ничего не нужно. Нет, нужно. Мне нужно написать, чтобы герой не раунд посмотрел, а конкретно на бич или ривер. И тогда Роберто мне скажет, ой, тут короче суровый ривер и бич с pebbles, то бишь галькой. А потом написать мне надо pick up не stones, а pebbles. Ты чё, с ума сошла? Баблю я в первую очередь, потому что любые игры, соимодействием через текст, подразумевают систему синонимов. Вот хочешь ты добавить в игру шоколадный батончик. И допустим, игрок понял, что на экране не говно, а шоколад. Но он точно не знает, что это батончик. А потому надо ему дать возможность взаимодействовать с предметом, не только вбивая pick up chocolate bar, а допустим pick up chocolate candy sweet, просто бар и т.д. Но увы, многие реально в этом плане лажают. А потому частая проблема была, когда игрок сидел и весь вечер как цифровой медвежатник подбирал подходящее слово. Ну или на крайний случай можно было бы добавить функцию look around. Именно из-за этого тебе порой кажется, что у тебя на экране огромное множество предметов, с которыми ты реально можешь что-то сделать. Но сделать это не можешь, ибо не знаешь как, а то квестовая паранойя только усиливается. А теперь о хорошем. Сэр Грэхом находит ореховое дерево. Цель King's Quest найти три главных сокровища, но никто не мешает найти еще другую кучу всяких ценностей. Например, тут игрок находит ореховое дерево и подбирает орех. Если игрок разумист и фартовый, он может попробовать открыть орех и внезапно найти золотую сердцевину, и тем самым получить бонусные баллы. Правда, налутать еще козырных орехов Роберто нам запрещает, потому что игрок должен страдать. Еще, кстати, сокровища на ходе в пне. Лучшие друзья девушек это бриллианты. Теперь семейку нищих вообще не жалко, у вас тут золотые орехи, алмазы в гнилых пнях, а вы сидите за пустым столом и просто руками махаете. Я так и додумался написать слово «фил» из миски, и, короче, эта посуда сразу же наполнилась горячим сочным рагу. С моей подачи, сэр Грэхом, eat его с большим удовольствием, а потом снова сказал «фил», и посуда вновь полна горячей еды. Прям натуральный горшочек вари. К слову, да, Роберто Уильямс постаралась в игру накинуть как можно больше элементов и сказок, и фэнтези коими она увлекалась. Я бы даже сказал, что она тамошника Дива. Чё-то где-то интересно увидела, прочитала, всё, тащим это в игру. Как вы можете понять, Роберто подразумевает, что эту миску мы отдадим нищим. К сожалению, я так и сделал. Семейка так была рада, так рада, что вот в этот раз аж решили отдать Грэхому скрипку. Спасибо, very much. Я попытался отобрать миску обратно и опять словил от Роберты ушат моралистических помоев. Ты отдал миску этим бедным людям, ням-ням-ням, и теперь она их, у тебя нет права забирать её назад, ням-ням, шабулда. Несправедливость к игроку это, наверное, одна из фишек Кингс Квеста, тут придётся терпеть. В данной игре большая часть персонажей очень агрессивно настроена к ГГ. Допустим, мы видим домик. Он, к слову, пряничный. Его даже можно eat и получить за это поинтс. В домике живёт ведьма. Смею предположить, это та самая, что притворялась тяночкой, а на деле оказалась бабкой. Встреча с бабкой гарантированная гейм-овер. Сэр Грэхэм может наткнуться на неё в поле и та буквально украдёт её и посадит в клетку дома. Всё, из клетки не выбраться. Грэхэма съедят. Можно зайти в домик и наткнуться на неё или же зайти в пустой дом, но провафлить и дождаться, когда та зайдёт. Результат один, то, с чего Грэхэма посадят в клетку и будут откармливать, а потом напичкают вагимает в очко и схрумкают. Я скоро блевать буду от этой мелодии. Но, разумеется, выход есть. Надо зайти в дом, спрятаться в комнате, дождаться, когда та растопит печь, и на крысечек написать рядом с её филейной жопой ПУШ ВИЧ. Ой, твоя попочка вообще возбуждает. Ммм, я очко видно. Роберта красочно описывает, что ведьма вспыхнула и расплавилась до состояния сгустка и поздравляет нас. Что ж, Грэхэм только что убил бабку. Правда, дома у бабки не было сокровищ, не было артефактов, нет, дома всего лишь лежала записка с фразой, иногда мудро думать задом наперёд, и кусок сыра. Чёт кал какой-то. Будем считать, что основной профит а с поджога бабки 7 очков в копилку поинтов. Ещё один шизоагрессор. Это сумасшедший колдун, способный героя на некоторое время застанить. С ним ничего не сделать и даже не поговорить я пытался. Всё, что мы можем избегать или ждать, когда стан спадёт. О, поле! Ещё один пример, когда нам надо как медвежатнику перебирать, чё тут надо сделать. Лук-плант, лук-медоу, филд-флауэр и т.д. разумеется, не работают. Среди этих крестов из Евангелиона нам надо додуматься, что пред нами клевер. Поскольку я человек добрый, то дамы скидку и предположу, что это я просто дурак и вообще было очевидно, что это клевер, а не Вороний Глаз, Марсилия, Акалис или вообще клевер. Я словил натуральный затуп и сделал негласный перерыв на посрать, пожрать и потупить ютапчик, так как с первого раза и не понял, как описать то, что будет дальше. Наш Касипоша шёл себе по пушкам, как вдруг перед нами появилось это сообщение. Няшный сэр Грэхэм, я твоя крёстная мадр и короче твой квест такой ноубл, на лови временное защитное спелл и дальше она делает вот это. Я пытался с ней поговорить, но Роберта мне сказала, ничего не надо говорить или делать, ничего короче. Она полетела, попикала и наложила заклинание всё. Стоит ли говорить, что эта защита мне так и не понадобилась и что она достаточно быстро выветрилась. Мне кажется, если бы этот шабол меня в унитаз превратил, а потом использовала бы, то было бы гораздо больше пользы. Козлик... а чё с тобой делать? Честно, я не знаю, чё с ним делать, но сам факт, что я увидел Козлика, я так и решил задокументировать. Хм... видимо, так и звучал бы в Анамас, если бы про него сделали мини-игру во Фнафе. Колодец! Честно скажу, игра мне безумно нравится Sierra я уважаю, а Роберту Уильямс Не иронично считаю одним из величайших людей в индустрии Игр и жмучресло губами Но так уж вышло, что большую часть ролика Я не то чтобы ругаю, скорее шизу даю из происходящего И этот колодец не будет исключением Колодец это не какое-то мимолетное событие А полноценный игровой эпизод, вокруг которого завязано несколько событий Во-первых, это одно из двух мест, где мне понадобился кинжал Кинжалом нельзя покалечить тролля, огра или волка и даже нищих не срубить Но зато кинжалом можно срезать ведро с веревки Это все равно, что презервативы на рогатки пускать В колодец надо спуститься Но не просто прыгнуть, иначе Ты сделал ошибку, колодец слишком глубок для прыжка Будь осторожен в следующий раз Мессиеры в шапотину с тебя лохопедос Аж три таблички с разами, дабы нас точно убедить, что мы чмо Я так не был унижен даже сральником и с фиренхантер Чтобы спуститься в колодец, надо опустить веревку, то бишь роуп Чтобы опустить роуп, надо додуматься и понять, что конкретно надо написать в консоль И нет, это не покрутить рычаг, не использовать рукоятку Нет, надо буквально написать лоувер роуп Чтобы герой крутанул колесо колодца Ёптать, но это буквально меньше половины дела Теперь надо грамотно спуститься И ни в коем случае не отходим влево-вправо Ибо тогда падение и смерть Тебе нужно чуть больше практики в лазанье по веревке Но и это не все При попадании в воду надо не просто свим Если свим, то вскоре утонем и смерть И не надо пытаться залезть обратно А знаете, что надо сделать? Давайте, успевайте перебирать варианты в голове Надо вбить слово дайв Чтобы сэр Грэхом дайванул Притом это единственное место, где в принципе можно дайв Но и это не все На дне лежат бутылка с банкой Они нам не нужны Хоть их и можно попробовать пикап И я попробовал, и умер Зачем дышать? Как дышать? Зачем дышать? Как дышать? Зачем дышать? Как дышать? Аааа Нам надо 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 заплыть в эту черную дырочку Где нас ждет Дракос Дракон Я Что? Дракон? Да, дракон Я даже не буду пытаться вам предлагать Подумать бумажно над способами победы Мало того, я сам в гайд полез, чтобы понять, что надо сделать Ибо кроме как пойти и сгореть Я больше ничего не придумал Есть два пути победы над драконом И оба вроде как шиза, а вроде как логично Первый способ использовать кинжал Нет, не драться с драконом на ножах Не пырнуть себя Надо кинуть в дракона кинжал Кинжал попадет прямо в сердце И это дракону ваншотнет Но Это, конечно, вариант Но в корне неверный И нам невыгодный Второй способ Способ настоящего драчилы ума Который додумается ведром с водой Плеснуть дракону в пасть Дракона это не убьет Но зато он огорчится И опозоренный сей действом Отодвинет камень, преграждающий выход из пещеры И уйдет смотреть легенду о динозавре Ну и срань Я понимаю, что многие из вас испытали прилив веществ в голове от такой шизы Но не спешите Это далеко не самый топовый хайлайт колодецных приключений Внимание, зрители Вопрос на миллиард чукотских баксов Что это за срань? Я предположил, что это щит Вбил пикап щилд Но это не щилд, не бокс Нет, это миррор И прежде чем вы скажете, что этот покорежный жизнью прямульгольник похож на миррор Я вас прерву и покажу, как оно выглядит Когда уже имея его на руках Мы вбиваем лук мира Черт, напрямульгольник не так уж и похоже Ты смотришь в него и видишь себя с короной На голове Я еще раз хочу напомнить, что в целом мне игра понравилась Я это напоминаю вам, потому что я опять срать игру буду Ибо, ну а как тут не срать? На выходе из пещеры нас встречает дружелюбная птица И она реально дружелюбная Вот уж что-что, а Роберто честный человек А не депотутка какой-нибудь То, что нам надо сделать, это сраный караулище И бомблю я сейчас опять Так как был унижен, позорно унижен Нуждой пойти в интернет гайдить, что мне надо сделать Я честно скажу, это не тот случай, когда смотришь в гайд и такой Ооо, это так было очевидно А вот и Найн Нам надо сейчас бегать по полю И постоянно прыгать, как конченый дурак В надежде, что птица полетит по нужной нам траектории И унесет сыра Грэхэма на какой-нибудь лужок Где мы сможем подобрать уменьшающих грибочек магический Которыми, видимо, епифанцев и закидывается как тики-таками А ты не ешь грибы? А ты не ешь грибы? Нет, это не нарезной батон Это дра в земле, куда нам сейчас и надо Господи ты, боже мой Сейчас конкретно игру я похвалю Внезапно со мной случился награды за все сайдквесты Момент Игра начинает требовать от нас кучу предметов Которые мы до этого уже залутали На дороге стоит жадная крыса и требует сокровищ Дай денег, вот, надо Дай денег, пожалуйста, ну, немного Дай денег, вот, нету, дай Можно ей реально отдать драгоценности Можно убиться об нее И лежать в позе Питера Гриффина А можно отдать ей сыр И она просто уйдет прочь Тут вы спросите Так а че бы сокровища не отдать? Напоминаю, дело в том, что при отдаче сокровищ мы теряем драгоценные поинты И тем самым наше прохождение становится менее скилловым А? Как вам такое? Это считай, как Detroit Become Human? Да Detroit Become Human? Так же по гайдам проходим на лучшую концовку Пасюк охранял дверь, за которой находятся лепреконы Так как у нас клевер Они сэра Грэхэма не трогают Не было бы клевера, была бы смерть Вообще мы оказываемся в каком-то королевстве лепреконов Туда же король есть Ни с кем разговаривать нельзя Притом запрещает это конкретно Роберто Уильямс Так как, глядишь, скажем что-нибудь сомнительное И сядем на горшок с золотом по самое донышко Рядом с королем лежит щит Его можно взять, и никто даже слова не скажет И вот вроде бы надо уходить Но это будет неэффективное прохождение Для дополнительных поинтов надо сделать кое-что До чего никто не догадается Но лично я догадался прям моментально Еще раз напомню, что Роберто это буквально Кодзима того времени Ибо так жадно перенимать идеи с кино, книг и т.д. Это надо уметь Ах, Роберто, какая ты шутняра Таким макаром все лепреконы уходят С эргрехом лутает еще и скипетр Бур И тут он типа ест гриб и лезет в дыру Короче, если чутка затупить То действие гриба выдохнется И наш герой навсегда останется в дыре и умрет Я до сих пор удивлен, что в игре Шибко насилие и гурятина неб Ибо, ну а что сдерживаться? И тут некоторые из вас, конечно, покрутят пальцем у виска Кто-то так и вовсе скажет, что это я свои фантазии на игру проецирую И посмеется Но поспешу вас уведомить Примерно такие игры Роберто Уильямс в будущем и стала разрабатывать Ничего, будем ждать Будем ждать Возвращаемся к игре По идее, я сделал все, что мог Но так и не решил главную загадку Тролль на мосту Сразу скажу Если вы не читали, а вы не читали Сказку про трех козликов Грув То вы даже и близко не поймете, что надо делать Я вот не читал И в очередной раз опозоренный Тем, что не догадался сам А я бы сам не догадался Был вынужден залезть в гайд Надо взять и морковкой приманить козлика к мосту с троллем И все бы ничего, но Мой козлик сбежал Оказывается, ворота надо было закрыть Козлика из Ноумор И он не вернется никогда По гайду единственный мой варик Это откупиться у троля с сокровищами Но нет Я отказываюсь Так как это минус поинты Поэтому я загружаюсь Правда, единственная подходящая загрузка Где козлик еще не был потерян Это перед... О нет, это перед колодцем Что ж, спидраним Да лови ты меня, чертова ты пернатая Клевоклевая свина-собака Давай Фух, дело сделано Надеюсь, это стоило того Пошли, Васятка Сейчас козел потлатого троля бить будет Хорошо известный факт, что козлы ненавидят троллей сильно Тебе нужно отойти, дать козлу сделать ворота Но тут Роберту мы буквально хватаем за руку на наглые лжи Я понимаю, что в те времена школьнику будет лень пойти погугли в библиотеке Однако сейчас времена другие Я смело скажу, что за пределами сказки про трех козлят Где большой козел скинул тролля в реку Нигде этот всем известный факт не упоминается Все, записываем Роберту в депотутки Прежде чем я начну говорить дальше, я напомню На самом деле игра мне очень нравится Это правда Она разнообразная, относительно красивая В миру жесткая И обладает множеством совершенно разных способов слои гейм-овер Однако, как бы это ни звучало страшно Но самый жмых шизофрении и бреда еще впереди На этом этапе Роберта окончательно решила Что игрок для нее это не потребитель годного контента А жертва для потенциального троллинга За троллем живет маленький гном Который говорит, что у него есть кое-что годное Это годное он отдаст, если мы угадаем его имя с трех попыток Вы сами можете предположить, как его зовут Мы уже сталкивались с вещами, которые подсказывают его имя Вы можете поставить ролик на паузу Просмотреть все заново Но я вам гарантирую, что вы никогда не догадаетесь Как его зовут Сразу скажу Я поначалу в гайд не лез Очевидно, что эта ситуация отсылка на сказку Про Румпельштильсхена, и это правда Однако его имя, не Румпельштильсхен Этот тварик не подходит Потом я вспоминаю, что находил в домике Ведьму записку Иногда мудро думать задом наперед Я подумал, хей, быть может это подсказка Что надо написать его задом наперед И нет Этот вариант не подходит Но забегая вперед я скажу Что потом я таки через гайд узнал Что эта подсказка как раз таки подходит И тут ты галочкой сейчас жижанешь Отгадкой является Наизжопный алфавит Наизжопный алфавит это классическая и самая простая методика шифрования секретных посланий Суть его такова Ты берешь и весь алфавит ставишь задом наперед Если в оригинальном английском алфавите под цифру 4 будет буква D То в наизжопном алфавите будет буква W И именно таким макаром и надо переписать Румпельштильсхена в Ифанко в ХГРОГХПФРМ Роберто Ты че бредишь что ли Та как 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 до такого в принципе додуматься надо Награду за это гном дал нам магические бобы Вау Нет нет стоп Вы меня сейчас конкретно извините Но именно эта загадка является одним из примеров Почему многие игроки журналисты да и даже разрабы Другие троллировали Сьерра за шрицеприническую сложную сложность их квестов Если вы смотрели Тень кометы Смотрите с ним смотрели То помните ту загадку с проявлением фото Где надо было прям реально Как в жизни в нужном порядке закидывать химикаты Чтобы проявить фото Эта загадка была шизой Но ее реально можно было пройти Если в реальной жизни сходить в библиотеку И узнать как проявлять фотографии Тут же просто буквально непроходимая шизофрения Это я конечно забегаю вперед Но именно благодаря такому подходу Роберто Уильямс убила целых двух зайцев Одним камшотом Затроллила игроков И открыла моду на самый ублюдский способ Заработка Продажа гайдбуков Господи Если бы вы знали Вы бы заплакали Насколько в эпоху Сьерра и Сьерра подобных квестов Хорошо продавались квесты и гайдбуки к ним Или как они это называли Хинтбук Буквально каждому квесту Заранее готовился к продаже гайдбук Который потом скупался Как горячие пирожки от лавет И самое И что самое поехавшее Так это то что квесты Сьерра Именно за это и любили Любили за ее сложность И требовали еще Еще сложнее Еще заковыристи В этом плане аудитория Сьерра была очень похожа на фанов игр Миядзаки Разумеется в первую очередь игры нравились за сюжет За веселье За графику Кучу рофлов И огромное множество окон геймовера Но одним из важнейших пунктов была сложность Они хотели еще сложнее Старались доталово проходить без подсказок И обязательно хвастывались между собой Что вот я прошел так В гайдбук я не лезла Только под конец Или же вообще Ёб И это Господи Так что не знаю Быть может мы реально втянемся И со следующих частей Азарт будет расти Расти и расти Ладно Поиграем и увидим Теперь насчет бобов Их надо посадить на полянке Из них вырастают огромные стебли Прямо до небес И ёб твою мадр И пикап майкеррот Дальше произошло то За что я уже успел пожалеть Что решил снова взяться за старые игры А не сделал ролик Починого модного столкача Ради изи пизи просмотра По стеблям надо подниматься Но подниматься надо максимально аккуратно И с постоянными сейвами Так как герой постоянно падает Меня интересует вот такой вопрос Когда душа грешника находится в аду Она там учится для очищения Чтобы потом встретиться с богом Или же эти мойки для нее бесконечные Скажу прямо Я в душе не лук и раунд По какому паттерну тут надо двигаться И на что надо ориентироваться Чтобы не сигануть сам вниз А потом просто двигался И ПКД сохранялся Геймплей мой выглядел так Круто понялись да Нет таких экранов еще прокарабкаться два надо Таким макаром с эргрэхом Оказывается на небесных землях Землях с которых неожидно для себя Достаточно легко сигануть вниз Упс ты не заметил край И упал сквозь облака И как бы ржет над нами рыжая бестия по имени Роберто Вот как понять что туда идти не надо Из-за облаков Так тут тоже облака А мы спокойно идем дальше Ну мэднес На этих землях единственной нашей целью является Джайант Который ходит с тем самым волшебным сундуком С бесконечным золотом Благо у героя есть магический щилд И Джайант ничего сделать не может А вот мы очень даже можем Мы можем через прощу шмальнуть гиганту Той самой галькой То бишь педал Прямо в его чоколад ай Но это не путь разумиста Настоящий Мекола Колобородька Будет стоять и ждать Пока эта скотина возьмет и уснет Так будет больше поинтов И вот так сэр Грэхом Вполне спокойно подойдет Ой твоя попочка вообще возбуждает Я очко видно Сделает пикап чест и И все Все три артефакта у нас Получается мы выполнили тот самый Кингс квест Ес Теперь как бы осталось вернуться к королю Но путь наш будет идти через лестницы Тут мы Тут мы подходим К главному хайлайту данного ролика Вы видели до этого загадки с именами Видим Видели Кучу смертей Колодец Плавание Поднятие по стеблям И немного другой шизы Но Лестницы Лестницы Это чуть ли не главный мем Фандоме Кингс квест Тут стейрс Это даже не головоломки Это отдельный персонаж Персонаж Настолько любимый И ненавидимый Что энтузиасты Запилили отдельную игру По названию Стеррс Квест А спидранеры Ее то и дело проходит Начнем с того Что по лестнице Просто так не спуститься Учение о том Что душа Какое-то время Помучается А потом Выйдет Из этого состояния Оно церковью Отвергнуто Как неправославное Так уж вышло Что из-за движка Игры с садизмой Роберты Персонаж Вынужден По лестнице Двигаться Как персонаж В бизометрических Фалачах То есть Ты не можешь То есть Ты не жмешь Пойти вперед Нет Ты жмешь Влево Вниз Влево Вниз Влево Вниз И все, 4 экрана, это чтоб наверняка, да, да, да. Влево-вниз, самое смешное, что в первой игре это еще самая легкая лестница. В дальнейшем там вообще, ну ладно, об этом потом. Все, теперь пора идти в забок. Конечно, я перед этим несколько раз навернулся с моста, потому что пространственное изображение есть говно нереальное, однако на это уже откровенно наплевать. И вот сэр Грэхом у короля. Он кланяется ему, докладывает об успешности квеста. Король говорит, что сэр Грэхом молодец, и сразу же ему становится плохо. Ведь он, судя по всему, буквально коньки отбрасывает. Напоследок он говорит, так держать сэр Грэхом, ты был добрым и верным слугой, ты заслужил свою награду, мое королевство твое. Король умирает, а Роберто Уильямс говорит нам, что благодаря нашему опыту из нас получится хороший кинг на вентрии. Все, занавес, конец титра. И я, конечно же, не набрал максимальное количество очков. Я не знаю почему, не знаю как. Я, видимо, где-то что-то упустил, где-то что-то сделал не так. Но я что, должен был с самого начала смотреть в гайд, чтобы выбить все максимально. Я вот, вообще, я... Ой, господи, как я вот просто... Я сейчас вот член достану, начну по... Микрофон, короче, у меня сил уже больше нет. И это был Кингс Квест 1, мои дорогие друзья. Давайте сейчас максимально честно. Вот... Вот как вам игра? Яд, разумеется, тот еще старый пердун. Но, несмотря на все шизо-недостатки игры, вырви сральные загадки, траблы с управлением, все равно получил удовольствие. И то, что в гайд вынужден было лезть... Приятно в свой багаж игрового опыта наконец-то закинуть игру, которая является тем самым зернышком, из которого выросло целое древо жанра. Жанра Квест. Все верно. Игра оказалась настолько великолепной, впечатляющей, значимой, что сама Сьерра решила на этом не останавливаться и запустила поток других квестов. А все остальные разработчики и издатели будут за ними повторять. Прекрасное ощущение, что я наконец-то долистал до первой страницы истории этого жанра. Роберто Уильямс, конечно, тот еще кадр, и именно из-за этого, из-за ее фирменного почерка, из-за ее видения, упертости по жизни и ненависти к человечеству, в принципе, игры и были любимы народом. Но что скажете вы? Я буду рад занырнуть поглубже и рассказать вам, что если у этого вышло? Этот ролик про столь замечательную и важную игру, лишь легкое предисловие. Аперитив. Как вы помните, я сказал, нас ожидает долгая и достаточно заковыристая дорога. Впереди нас ожидают драмы, истории успехов, поражений, взлетов и падений, истории великого, грандиозного, громкого и красочного пути, пути в темное и жуткое никуда. Именно потому не печальтесь, но страшитесь. А на сегодня все, мои дорогие друзья. Не прощаемся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова